Здарова молодежь от Пиральта и сегодня на разборе команды, которые встречались уже три раза за этот сезон. Первые две встречи Клиперс проиграли, отдав концовку. Третью забрали уверенно, а вот что было сегодня, сейчас будем детально разбирать. Начнем с первой половины в целом. Джеймс Харден в изоляции против Ривза набирает стартовые очки, с него и начнем. Разыгрывающий Клиперс заигрывает много пик-н-ролла. Он умеет найти контакта, посему завершает и сам. Рассела отсекают на 3-4 корпуса и Харден на смене направления. В таких ситуациях надо понимать со скиллом какого уровня мы имеем дело. Он может отдать передачу на любом пространстве, в любое время. Именно поэтому его проходы выглядят так легко. Он чувствует тайминг, постоянно, извините, дрочит темп. Как сказал бы администратор нашего ТГ-канала Артемий, остановить практически невозможно. Внимательно двойка сковаем, Ривз продолжает движение за Джеймсом Терренс Мэн. Готовый ставить заслон, отвлекая тем самым Хатимуру. Кавай остается один, получает передачу, входит. Дэвису приходится страховать и кат с нуля открытый. Заслон без мяча Кавай, он отклеивается от защитника. Ривз это видит, но вообще не реагирует, пуская Ленарда в краску. Дэвису приходится страховать и снова открытый вход Терренс Мэн. Главный катер команды, ему звездное дуо 2 заслона ставит. Давление в краску в обе стороны было предсказуемо. У тех и у тех широчайший арсенал для реализации этого. Вот, например, Энтони пушит ранние атаки, находя себя антропометрическими с матчей под кольцом. Леброн ждет подобного и тут же отдает. Здесь Дэвис всем видом показывает, что будет хэндов плюс заслон. Тайус бросает взгляд на открывающегося дило. Энтони ловит этот момент, не отдает мяч и резко врывается под кольцо. Здесь почти такая же ситуация, он обозначает заслон, через секунду уже дропаясь. Далее примеряет на себя роль уже раздающего. Леброн легчайше отклеивается кофе, что ты делаешь. Он просто пропускает Леброна, не встречая, в последний момент якобы передавая его каваю. Серьезно, да? Джеймса, получившего пространство и набирающего скорость под кольцо. Дэвис перехватывает мяч, здесь мы начинаем говорить о отрывах и хасле. Снова выбивает мяч у Дэниеля. А впереди уже кто? Конечно же, Леброн Джеймс. Волейбол, в одно касание на Хатимуру. Лейкерс разгоняет транзишн после потерь подборов до чего угодно. Леброн Джеймс практически от кольца до кольца за 3,5 секунды. Считает почетным бегать в обе стороны, успевая и туда и сюда. Параллельно забивая энд ван и переходящие в брейкданс, деду явно чего-то налили. Остин, как и всегда, также основной участник ранних атак. Здесь, кстати, Дэвис мяч выбил, Ривз убегает. И я забегу вперед, сказав, что Лейкерс практически 1 треть очков по итогу в подобном стиле набрали. Вот только в защите на сменах они часто не разбираются. В прошлом моем обзоре я показывал подобные ситуации, когда Ривз начинает рандомно бегать по площадке при сменах. Мы вновь возвращаемся к нашему моменту. Да, здесь передачка-то была от Расти. Подсвечиваем моментик, как и тот, что он сотворил под сирену. Остается сказать о Кавайе, который участвовал в движении мяча, сам атаковал немного, на хорошем проценте. Как видите, легких матчапов себе не искал. Размен на Дэвиса и вход в краску. Бросок из статики прямо через руку. Клиперс на большой перерыв уходит с большим преимуществом. Из интересного, Лейкерс за вторую четверть дали 10 из 11 со средней. Но один из 10 с трехочковой. У нас начинается третья четверть. Я покажу вам буквально атаку за атакой от желтых. Да, да, да. Они продолжают пушить темп. Главное, что впереди Леброн и Дэвис. Очередной хассел, и Ривз легко убегает от кофе. Джеймс также в моменте теряет мяч. И снова Остин. Харден, он начинает ставить высокие заслоны. Он отрывается практически на два корпуса, имеет пространство для действия. И отдает шикарную передачу. А Кавай Леннард при этом решает соло. Вроде мисс матч, а вроде там и подстраховка. Пас. Ковхи, еще три очка. Харден за эту 12 минутку совершает всего два броска. Посмотрите, здесь подборы сразу опять туда. Но звезды, конечно, спейсинг создают. И Леннард раздает передачи на открытых. После заслона все внимание на него. Поэтому пикинпоп, передачи и снова открытые три. Завершая четверть Норман ненормальным броском совершенно. Таким образом, делая разницу перед заключительной четвертью практически в 20 очков. И здесь стоп. Мы забегаем вперед и смотрим на финальный счет четвертой четверти. А вот дальше, сейчас, разберемся как это получилось. Взглянем на детали. Стартуем с промаха от Пауэла. Это один из ключевых моментов. А далее смотрим на пятерку, которую выпустил Лью в начале четвертой четверти. Такер, Пламли, Уэсбрук, Харден и Пауэлл. Переходим к атаке Лейкерс. Видим, что разница большая. Леброну надо пушить, рано атаковать. Он пробует три, она залетает. Затем их классика за слоном выходящему на бросок Леброну. И Такер не успевает. Следом Пламли зачем-то яростно прессингует Джеймса. Пиджей толкает его уже на очевидный миссматч. Будет промах. Но момент запоминаем. Именно отсюда стартует миссматч Хантинг. У Клиперс в атаке продолжает не клеиться, потери Рассела. Стабильный снайпер Норман Пауэлл продолжает мазать. Окей, тогда Харден должен тащить эту пятерку скорингом, но нет. Там по итогу в этой четверти лишь одна из семи трешек у них залетит. У Леброна тем временем Хотхенд. По нему ведь вышел защищаться Пиджей Такер. Через руку. На тайм-аут, после которого наконец выходит Кавай Леннер, Терренс Мэн. Пикинг-ролл со входом большого. Принт застревает между двумя нападающими. Правильно выбирает страховать кольцо, кат и перехватывает мяч. Ну а мы переходим к той самой охоте на миссматчи. Харден опекает Остина Ривза. Тот подбегает, уводит за собой Нормана Пауэлла. И у нас сразу мен, в котором Леброн легко проходит под кольцо. Да, там Тайс встречает, но очки второго шанса. Плюс не забываем про горячую руку. Но мы переходим на новый уровень безумия. Кавай, наконец, защищается по Леброну. Однако Ривз уводит его, оставляя Терренс Мэна в защите. Такое тоже не сойдет, поэтому Дело уводит и его. И снова Харден. Там дальше фалы были. Параллельно Пауэлл снова мажет. Тайс поборолся на подборе с Дэвисом. Из-за этого прибегает в оборону последним. И его сразу ловит Леброн сюда. Да, друзья, мы все сели в этот вагончик безумия. Я рад приветствовать вас, Рот Тумис Матч. Разница, уже два очка и Лиди Финс. Еще и выбивает мяч у Кавайа. Ленард может отомстить в обороне. Дэвис уводит его, оставляя Биг Мэна против Леброна. Это промах, но здесь. Вспоминаем, что Большой-то остался наверху, а под кольцом Харден с Энтони. Два штрафных будет Энтони бить. Кавайа уже оглядывается по сторонам. Ха-ха, это не мешает Дэвису снова забрать его под кольцо. Мы в ситуации, где неравноценный размен и вверху, и внизу. Терренс Мэн вынужден подбегать на дэбл-тим, освобождая Дело. Он тут же входит в зону, открывает ноль. Напоминаю, мисс-матч антропометрический под кольцом Дэвис. Ведь с Леонардом теперь. Ха-ха. Блядь, это отличный матч для того, чтобы самый нежелающий что-либо понимать. Все уже прекрасно понял. Еще один дэбл-тим от Терренса Мэна. Очередной вход от Дело. Но передача на свободный ноль в этот раз Хатимура завершает из-под кольца. Так как Бигмэна там нет. Лейкерс уже плюс три, он снова его уводит. Никто ничего не делать не собирается. Все, мы поняли. Терренс страхуй. Ривз один. Вспоминаем, что Дэвис увел Ленарда под кольцо. Правда, там мяч из его рук выскакивает. Но Тайз Джонс улетает. Ваут с ним в руках. Давайте о другом. Пока все это происходило, Клиперс, конечно, атаковали. Забивали, правда, лишь за счет своих звезд. Вот Харден на мисс матча с Дэвисом разобрался. А Леброн в ответ его вылавливает. Павел вынужден страховать сразу на дальнего. И дело, быстрая реализация, изи три. Кавай, надо признать, хотя бы в атаке борется. Минус два делает за 30 секунд до конца. Более того, ему наконец удается по Леброну отзащищаться. Тот не забивает. Скидка. Сигнатурный бросок Леонарда. И это промах. Лейкерс завершает матч. Иронично, снова в отрыве. А я, мне плохо. Выводов никаких не ждите. Тайрон Лю интересный тренер. Думайте. И подписывайтесь на канал Шариш, там тоже мои обзоры выходят. До свидания, мне надо посмотреть в стену какое-то время. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!